На чужом несчастье, счастье говорят, не построишь. Это наблюдение собирается проверить и опровергнуть владелец одного из баров Киева. Одна из посетительниц оставила на стойке обручальное кольцо. Забыла? Нет, хотела забыть прошлое. Ломбарда поблизости не нашлось, пустила кольцо на чаевые. Хозяин бара вложил деньги в новые стаканы. Будут биться по пятницам на счастье его и холостой гости. А в Петербурге сработала другая прописная истина про путь к сердцу мужчины. Говорят, что там одна официантка получила в качестве чаевых БМВ. История почти что от Шарля Перро. Студентка и бизнесмен. Хочется надеяться, что это не та официантка спустя годы в Киеве бару кольцо свое подарила. А разбогатеть можно от чаевых и отказываясь, если имеешь дело с Альбертом Эйнштейном. Тысячи долларов заработал курьер одного из отелей в Токио, который не стал брать деньги от ученого. Тот был слишком доволен, чтобы не отблагодарить скромного японца. Написал ему пару записок с благодарностями. Теперь на аукционах они по полтора миллиона долларов выставляются. Тихая и скромная жизнь приносит больше радости, нежели гонка за успехом в постоянном возбуждении, гласит одна из записок. Возможно, покупателям стоило прочесть ее хотя бы раз.